Российский политический и общественный деятель, правозащитник Лев Пономарёв присоединяется к нашему эфиру. Лев Александрович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, какие изменения в российском обществе произошли за последние несколько дней с момента объявления о частичной мобилизации в стране? Ну, вы уже показали кадр, который довольно ярко показывает эти изменения. Ещё, может быть, надо добавить, что всё это коллективный процесс появляется, протест. Это Дагестан. Это республика, в которой большие родственные связи. Когда незаконно призывают молодого человека, который принадлежит большому роду, то весь род начинает протестовать против этого. И вот сейчас такие слухи ходят, что в Дагестане, может быть, отменили или отменили, или отменяют мобилизацию. Посмотрим. Но они добились уже многого. Просто это реально нападают на милиционеров, дерутся с ними, так сказать. И главное, что этот процесс только нарастает. Поэтому, да, в небольших регионах протест существует. Но в Москве этого пока нет. И это, собственно, объяснение довольно простое. Потому что нужен очень влиятельный организатор протеста. Вот все эти влиятельные организации протеста находятся в тюрьмах. Это мог быть Навальный, мог бы быть Илья Яшин. Люди, которые годами зарабатывали популярность среди оппозиции. И требуется время для того, чтобы проснулось уже сотни тысяч людей. Ну, и с другой стороны, конечно, Москва – это решающая роль будет играть в любом случае. И предыдущая революция, которая была там в 1991 году, это была в основном Москва, Питер и так далее. И надо этим заниматься. И я, например, я, находясь за границей, пытаюсь этим заниматься, чтобы объединить оппозиционно настроенных людей. Тем не менее, Путин имеет в своем распоряжении сильнейший репрессивный аппарат, который он выстраивал, да, уже десятилетиями выстраивал. Каковы прогнозы, вот, по вашему мнению, каковы шансы на то, что репрессивный аппарат Путина не справится в этот раз с волнениями, которые на сейчас происходят активно, да, на Кавказе? Нет, видите, сказать так, что какая-то есть уверенность, что справится, такого никак не бывает. Вообще, всякого рода революции, они и плохо предсказуемы, а и плохо, так сказать, управляемы, скажем так, даже оппозиции. Но я вижу, что в Москве полиция переходит тоже к какому-то абсолютно публичному насилию. Вот сейчас парень Камардин, поэт, который читал стихи у памятника Маяковского, это более-менее традиционное место, где молодые блогеры там и поэты читают свои стихи. Он очень жестко высказался по поводу войны, его полиция пришла, забрала, и, внимание, значит, они его прямо в квартире заставили, изнасиловали Черенкову от гантели. Я должен сказать, свидетель есть, а и такого не было. Конечно, иногда полиции избивали, иногда убивали, пытали, но это все тщательно скрывалось, с трудом выяснялось, и, я должен сказать, народ вообще возмущался во всей стране раньше. Вот было изнасилование там когда-то лет 10-15 назад в Казани, то, в общем-то, было большое очень возмущение и расследование этого факта изнасилования. Но это не было публично, а здесь, можно сказать, публично изнасиловали человека в полиции. Вот сейчас это произошло. Я требую расследования, это от полномоченного права человека в России, москальковый, и, надеюсь, это не безнадежное требование, потому что, значит, в России сейчас ситуация такая переходная. А одновременно моя организация, Фонд защиты правозаключенных, значит, защищает заключенных в Ангарске, там тоже было массовое изнасилование. Вот это как-то проявляется вот именно в таком насилии над людьми. Это сейчас, ну, понятно, что сейчас больше всего боятся власть, больше всего боится мужчин. И в колониях, так сказать, и, значит, на свободе. И я надеюсь, что это, так как это публично было сделано, так как, если вы откроете интернет, везде написано интервью с его девушкой, которая слышала это все, то, как это происходит, она была в той же квартире. Я надеюсь, что это станет предметом общественного обсуждения и поднимет ненависть к репрессивному аппарату, в том числе и в больших городах. А то, что эта история стала достоянием общественности, то, что есть свидетели, поднимет ли это, например, людей на протест? Или усилит ли это те протестные движения, которые сейчас зарождаются в России? Бесспорно усилит, понимаете, бесспорно усилит. Но при этом, еще раз говорю, проблем много. Я не хочу говорить лишних каких-то обещаний, но раз где-то протест выходит на массовый уровень, это значит, что вот эта зона массового протеста будет расширяться. Леонид Александрович, а вот скажите о роли полиции и Росгвардии. Правильно ли мы понимаем, что за годы правления Путин так их разбаловал большими зарплатами, что теперь может надеяться на их беспрекословную помощь во всем? И вот то, что они сейчас усилили, жестокость, которая реагирует на любые проявления правды, это лишь об этом свидетельствует и подтверждает этот факт. Или все-таки, может быть, на каком-то этапе полиция и Росгвардия тоже одумается и отступит? Стоит ли ожидать этого вообще? Ну, и, конечно, там есть люди, которые сомневаются в том, что они должны оставаться в составе банды такой, которая пощается государством. Много вопросов, очень много вопросов, но пробуждение потихонечку происходит. Более того, значит, ощущение, что эти люди не призываются на фронт, они же вооружены и они обучены, а тем не менее их содержат в больших городах для того, чтобы заниматься репрессиями, это тоже вызывает возмущение у населения. Вот вы правильно показываете этого поэта молодого пацана, значит, и, конечно, вот это не может остаться незамеченным. Поэтому нужна, я бы так сказал, вот если говорить о том, что нужно, нужна максимальная агитация и призывы людей через сети. Сети пока существуют и, наверное, так и будут существовать довольно долго. А видите, я сейчас не слышал, что он говорит, но он извиняется, понимаете, его изнасиловали, заставили. В каком состоянии находится? Вот он непосредственно на этой акции, да, то есть читает стихи. И после этого задержание, мы видим, насколько агрессивным было задержание, насколько люди в черных балаклавах довольно агрессивно держали его за лицо даже и заламывали руки. После этого с разбитым лицом парень извиняется. А вот его друзья, я так понимаю, которые тоже стоят на коленях, да, и сверху кто-то снимает их извинения. Вот это вызывающее событие, которого давно не было. Я хочу сказать, такого не было. А вызывающее событие. Оно переходит в некую грань. Так же, как и мобилизация переходит в некую грань, и люди бегут и где-то возмущаются, поджигают военкоматы. Так же здесь полиция перешла очевидную грань, и надо максимально об этом писать, говорить, так сказать, и чтобы народ созревал для массового протеста. Лео Александрович, вот на фоне этой истории, на фоне многих аналогичных, я понимаю, что вообще наивно даже думать, не то что спрашивать о том, может ли российская полиция там сдать назад. Тогда по-другому. Когда в России созреет настоящий протест с оружием в руках, который покажет полиции, Росгвардии, вот этим всем убийцам правды, их место на самом деле, их место. Потому что сообщали ведь о том, что уже какая-то национальная республиканская армия действует, партизаны действуют. Но максимум, что мы сейчас видим, это поджоги военкоматов. А когда дальше? Ну, видите, в чем дело. Я вас разочарую. Я не являюсь сторонником вооруженного революции, вооруженного восстания. Потому что я точно знаю, что к власти придут люди ничуть не лучше. Это показывала история России, многовековая история России. Поэтому здесь важно, чтобы возмутились именно массы, настроенные в большом количестве, вышли на улицу. Вот когда на улицу Москвы выйдет, допустим, ну, условно говоря, миллион человек, то полиции просто будет недостаточно, чтобы всех задержать. И стрелять они не будут, кстати говоря. Но, тем не менее, для того, чтобы они не стреляли, сейчас нужно сопротивление тому насилия, которое сейчас начинается. Публичное насилие над гражданами. Но подозреваю, что они откажутся стрелять в этот момент, когда их будет много меньше, чем жители, вышедшие на улицу. Примерно это сейчас в Дагестане происходит. Вот, кажется, собирается большая толпа, то полиция буквально убегает от толпы, но не стреляет, обратите внимание. Да, ну, кстати, смотрите, допустим, это несколько сотен человек, которые вышли, в основном, кстати, женщин, да, на данном этапе этого протеста. Выходят на улицу, заявляют во всеуслышание свой протест. И действительно, никаких агрессивных действий, кроме как агрессивной риторики просто со стороны различного рода чиновников, приезжающих на места, больше ничего мы не видим. В то же время, например, подобные акции, в которых принимали участие как девушки, так и парни в других городах, сразу же сопровождались агрессивными действиями со стороны силовиков. Их избивали, задерживали и так далее. С чем это связано? Против женщин не пойдут? Побоятся? Ну, это, во-первых, против женщин не пойдут. И большую, например, манифестацию женщин в Москве я бы ожидал. И надеюсь, что каким-то образом он, находясь, как говорится, не в России, довольно сложно говорить о том, что вот я бы постараюсь организовать и так далее. Потому что я не имею морального права людей вызывать под дубинки. Но я наблюдаю над тем, что происходит в телеграм-каналах, сам пишу в телеграм-каналах. И надеюсь, что это будет созревать именно массовые выступления женщин, жен и матерей в том случае, когда начнут приходить похоронки в Москву. Но ведь власть делает так, чтобы похоронок в Москве меньше было, потому что в основном мобилизация происходит в отдаленных регионах, в большей степени, я бы так сказал. Там она вообще никаких ограничений не имеет. Но в Москве тоже коснулось очень большого количества людей. И именно вот те, кто бегут, обратите внимание, это, конечно, в том числе и в первую очередь, может быть, москвичи, люди средние, которые находятся в среднем классе, интеллигенция и все остальное. Но так как Путин, вот я хочу еще обратить внимание, вот на чего. Путин сейчас ведет себя так, что, как бы сказать, он не продумывает какую-то стратегию. Просто он сошел с ума, вот так, буквально. И сумасшествие, наверное, будет замечено и в его ближайшем, уже замечено наверняка в ближайшем окружении, но и как бы обычным людям, которые это наблюдают. И это тоже будет играть на какой-то момент и на позицию полицейских. Надо ли поддерживать сумасшедшего, когда он дает сигналы разноречивые. Там 10 дней одно шло из Кремля, а через 10 дней другое идет из Кремля. И не так можно быстро все это построиться. Надеюсь, что раскачиваться страна будет сейчас с большей скоростью, чем до этого было. Вам спасибо, Лев Александрович Пономарев, российский правозащитник, сторонник ненасильственной смены власти в России. Спасибо. Спасибо.